космического времени суток с вами виджевери я играю механоидов и я сейчас нахожусь на основной базе сектора тундры меня тут есть работка наверное я возьму за это задание чтобы нет я тут уже немного на торговала и на выполняла заданий аж на 74 тысячи энергии кристаллов проваленных у меня части пока что нет а тут я сопровождала модуль мне заплатили 5000 еще что-то еще что-то короче но я единственно при вас не заезжала на климат активатор за награды а в целом вы так знаете чё к чему ну и плюс я тут поторговала в секторе скал немножечко поэтому я наверное могу наконец себе позволить новый глайдер тем более что я обменяю они просто куплю поэтому ну что же давайте потому что выбор конечно небольшой от есть молния да и из корабей 2 как бы молнии у них грузоподъемность никакая а по скорости они примерно одинаковые как не странно плюс еще и ну как сказать прочность чуть пониже но в целом это не так заметно короче теперь у меня скоробей 2 уже стала таким красным потому что это первый стандарт а у меня теперь второй и мы должны поменять так у нас тут всего лишь глионный реактор это хреново ну да ладно потом еще до куплю нормальный так хватит ли мне на энергощит ну как бы этот слишком плохонький так полимерная или титаниумная полимерная чем не экономить что ли правильно я не буду экономить на себе так мобилизатор позволяет избежать потерь при выработке реактором энергии что повышает общую отдачу я на самом деле не знаю реально это или нет но как по мне так она не особо работает ох у меня импульсный лазер тип один из оружия на повреждение наносит очень мало атомная пушка еще хуже потому что у нее боезапас ограничен плазменная пушка получше она два раза практически больше повреждение наносит есть еще электрический разрядник ну как сказать у него разница то в чем тут 300 выстрелов в минуту да а тут 20 выстрелов в минуту то есть обычно такая скорострельность только у тяжелого оружия а на втором типе глайдера она недоступна в принципе поэтому у меня прямо сейчас дилемма но наверное я возьму то что подешевле тем более что я не уверена что это хорошая пушка в любом случае я не так часто дерусь чтобы для меня это имело значение так ракета конечно не особо хорошая обычно но это лучше чем ничего наконец-то я могу купить себе ракету раньше мне нельзя было этого сделать потому что несовместимость стандартов курерская связь все более популярна потом популярным станет интернет и так и должно быть так у меня ничего нет ну в общем хватит мне уже сидеть в здании чё я как лох какой-то оооо да надо полететь потестировать свое оборудование так сначала у меня блин сначала у меня будет просто обычная тяга да так у меня была сколько там скорость я не помню 350 что ли нет сейчас вот 500 скорость ну в принципе ну конечно разница то не шибко большая но так посмотрим что у нас будет с форсажем оооо вот это ж я лечу вот это ж я лечу 700 я не знаю правда это что километры в час мили наверное километры все таки в час но блин это очень даже неплохо ммм смотрите а кто это у нас тут свободный мертвый ну я их называю мертвыми конечно с технической точки зрения это некорректно потому что скорее всего у него еще достаточно уровней до переноса ух ты ищу для вас ответ воу что это сейчас было я что то не поняла капец меня сейчас на рабочий стол выкинуло потому что по какому то очень странному стечению обстоятельств не знаю по какому зачем то включилась яндекс алиса и начала мне какую то бурду искать теперь у меня почему то тормоза я же отключала яндекс какого хрена он вообще включается я не понимаю капец у меня фпс просил сейчас чё за дичь то алё алё чё за дичь сейчас нормально вот это всё виновата яндекс алиса чтоб ей пусто было ну да ладно я отвлеклась не буду больше отвлекаться зачем мне это более что мне надо на зарядную площадку она у нас находится в той стороне а боже я сейчас вообще уже жалею о том что я установила яндекс ну как бы тут браузер как браузер но особо никакой пользы он мне не приносит ну то есть можно было бы и дальше пользоваться хромом или там ну я не знаю что то у меня установилась аваст браузер это конечно тупо но по функционалу в принципе одно и то же прям одно и то же о боже но даже не знаю вот вы каким браузером пользуетесь в принципе ну сейчас многие пользуются несколькими но по идее всё равно есть какой то основной правильно я хочу узнать какой именно у вас любимый браузер в принципе говорят опера неплохая я пользовалась но для меня она неудобная мне больше привычного хромиум всякое такое что там еще так 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 ну тут рядышком в принципе если подумать так в принципе меня конечно устраивает яндекс но вот такие вот косяки когда ты толком ничего не говоришь а он почему-то врубается и начинает какую-то хренти искать это песня плюс то что полностью из памяти не выгружается приходится через диспетчер задач по десять раз закрывать завершать работу меня это тоже бесит что хром что яндекс вот все вот этим грешат меня это реально бесит и прям даже не знаю хоть браузерами не пользуйся хотя они мне нужны блин вот теперь будут у меня тормоза ну чё за фигня алиса как ты могла так со мной поступить ну в смысле а тут сколько площадок то алё так а тут три точно что я затупила эта штука в секторе скал две площадки по моему в арктике а в остальных по три штуки хотя не помню там сектор болот но по идее там наверно тоже три а в остальных по три штуки хотя а еще я сейчас не буду тут фигней страдать и просто полечу напрямик потому что почему бы нет ай мне нравится этот глайдер вот он прям вот такой вот быстренький хотя по нему и не скажешь он громоздкий все дела но блин он быстрый вы это как бы сами видите раза в два быстрее моего предыдущего даже несмотря на эти дурацкие лаги опс ребята я вас тут не ожидала знаете маневренность тоже такая неплохая конечно можно и лучше сделать но по сравнению с этими молниями я вообще на коне о какая тут видимость хорошая как она мне нравится ну-ка ну-ка ну да движок тоже иначе урчит правда конечно сейчас не особо слышно потому что у меня в основном музыка тут орет но все равно слышно что отличается отлично отлично разместил давай почини меня и не знаю что нибудь не дай а вот эту ракету ну кстати во второй части зарядные площадки как таковые упразднили то есть там есть такое место как бы просто подлетаешь и как беспроводная зарядка ты берешь и заряжаешься там ну купить что-то нельзя причем если туда подлетаешь там нету пушек там нет ничего и если за тобой кто-то гнался при этом то тебя это как бы особо не спасет так откуда я пришла то я уже забыла а основная база так вообще ага вот сюда слетаю сначала вот и что я хотела сказать из белой смысле а зарядные площадки во второй части поначалу без патчи были такие дико тормознутые что вообще к ним никто не приближался из адекватных людей потому что ну ты приближаешься у тебя сразу фпс на ноль и такие тормоза что я даже не знаю с чем можно сравнить но короче хреново это все вот и потом уже патчами это пофиксили но это случилось далеко не сразу так а это у нас тут руины перерабатывающего завода если ничего не путаю туда же он пушечка стоит диктивированная ох как приятно в них стрелять они не дают сдачи как бы я не знаю что тут произошло тут в принципе видимо кто-то стрелял очень неаккуратно и получалась такая фигня что вот непосредственно взорвали завод никто его не починил и вместо этого построили еще один но с одной стороны конечно удобно с другой стороны а не проще ли было починить этот во второй части кстати построили еще несколько основных так сказать баз то есть они конечно не основные они принадлежат каким-то кланам но тем не менее их построили и плюс те которые были почему-то еще повернули как-то особенно это заметно в секторе пустыни блин ветки там короче база считающих по моему их там уже нет во второй части то есть в принципе они есть но не на этой базе и там уже другой клан обознавался и зачем-то повернули базу не знаю зачем так и что я сюда прилетела то собственно говоря вот эта вот штука такая климатическая установка они тут летают повсюду они занимаются терраформированием понемножечку тогда вот и поддерживают погоду в секторе все вот это вот а климат активатор их как бы координирует вон там он летает я вижу вон там еще одна но как можно видеть вот это вот конкретно почему-то упала и лежит даже на карте она отмечена поэтому я даже не знаю что сказать это как-то странно я к сожалению не помню всех тонкостей то есть есть очень много вещей которые просто не отложились у меня в памяти я знаю что где-то что-то есть а почему оно там есть вопрос хороший но я даже сейчас как бы теряюсь непосредственно в фактах во всем том что я должна сказать потому что потому что память у меня очень сейчас хреновая но тем не менее она у меня сейчас так скажем в среднем состоянии раньше конечно помнила больше но когда училась в школе я там стихи учил вот это вот все сейчас я не могу этого делать я не в состоянии просто выучить стихи последнее что мне так и не далось в школьной программе там цири я так и не выучила даже даже половину кто-то учил рассказывал я не смогла и на самом деле это несколько как сказать неприятно потому что ну чего хуже других что ли ну вот видимо да у меня память не настолько прокачанная а что касается моего нынешнего состояния то оно более менее среднее но если посмотреть на то что было до лета то что было весной то что было даже наверное зимой в конце зимы то там вообще с памятью и в целом с сознанием какая-то бурда была потому что из-за стресса вот постоянно работа постоянно непонятно что вот это подвешенное состояние вечно где-то моталось дофига все происходило но это тем не менее было достаточно монотонным из-за чего я вообще как бы потеряла практически связь с реальностью очень неприятно то что я просто вообще никак не могла нормально сосуществовать социализироваться даже просто поговорить с людьми потому что ну даже не знаю как это объяснить то в общем мозг слишком устал он перегрелся у меня и не хотел адекватно работать поэтому я ничего не запоминала то есть ко мне подходил какой-нибудь человек я этого человека знаю там причем может быть давно знаю но я хопа и просто не могу вспомнить как его зовут не могу вспомнить фамилию или меня что-нибудь спрашивают а я не могу ответить я знаю в принципе это я разбираюсь в этом просто меня клинило и я не могла сказать даже просто нормально предложение связанное произнести получалось как будто но я не знаю только научилась говорить и было так стыдно вы не представляете как-то зашла в ремонтную мастерскую для телефонов ну этот сервисный центр короче вот и спрашиваю а вы занимаетесь ремонтом у меня тут короче я понимаю что сказать что типа вот у меня скорее всего тут контроллер питания полетел вы этим занимаетесь можете ли починить и так далее но я не могу вообще вспомнить это слово я понимаю что это на языке прям вертится но я не могу сформулировать я стою как бы меня спрашивают что что конкретно нас интересует вот и я просто не могу ничего сказать это капец как стыдно ах в том как казалось что это вот из-за стресса такая фигня и блин никому не пожелаю такого чтобы вы действительно так зарабатывались так все загоняли чтобы у вас мозг просто начинал отключаться на таких вот мелочах как-то раз я пришла в аптеку купила лекарства там где-то на несколько тысяч лекарства и я просто забыла их в этой аптеке то есть я еще в магазин сходила бла-бла-бла там это смотрю что-то как-то вроде же я еще что-то зачем-то приходила в итоге вспомнила блин я же лекарства должна была купить прихожу в аптеку там аптекарша мне эти лекарства дает ладно повезло их забыла прям на прилавки не взяла но блин это тоже как бы полнейшая от асы даже вспоминать об этом неприятно и собственно поэтому как бы тоже было немного проблематично что-либо снимать потому что ну я бы снимала но о чем я говорила бы просто понятия не имея однако скажу очень одну вещь такую занимательную для меня по крайней мере то что я когда начала играть когда я в это втянулась мне стало гораздо проще свои мысли привести в порядок мне гораздо проще стало с людьми общаться и прочее потому что вот я говорю вроде сама собой говорю с монитором я не знаю но это все равно помогает прокачивать ораторские навыки вот просто даже даже если я говорю какую-нибудь фигню абсолютно не интересно болтаю ни о чем все равно это помогает как практика или еще что-нибудь это действительно полезная штука поэтому я сейчас мне сейчас просто необходимо играть поэтому в ближайшее время я точно буду проходить летсплей и прочее ага вот и новый механоид пятого поколения хочешь совершить переход в сектор вулканов твоего рейтинга достаточно особенно если ты его заработал с помощью оружия но кроме этого нужно уметь выстоять в бою когда некуда отступать в секторе вулканов это очень пригодится специально для проверки каких способностей используется арена когда-то это был закрытый комплекс для испытания новых видов оружия сейчас она редко появляется и арену приспособили для дуэли механоидов если хочешь получить доступ в сектор вулканов тебе нужно выиграть хотя бы один бой на арене да мне сначала надо будет отправиться на арену и там так сказать в равном бою победить после чего мне наконец-то позволят отправиться вулканы но я сначала хочу разобраться с сектором арктики все-таки он довольно таки интересный это вам и тундра где все цветет и пахнет тут у нас настоящая суровая пусть и не русская зима и этим временем надо насладиться каждый раз куда-нибудь прибываю у меня тут начинаются фризы как меня это бесит надеюсь сейчас будет полегче а господи да дайте мне отъехать уже не в мир иной а просто куда-нибудь ах ладно хорошо допустим ооо тут кстати много таких летает как я ну в смысле глайдеров с корабей 2 в основном это структура перемен как я уже говорила я к ним присоединяться не буду потому что себе дороже к сожалению по идее я могла бы накупить какой-нибудь фигни и продать ее тут но пока что мне не до того я хочу наведаться знаете куда сначала конечно надо залететь на сырьевую базу просто чисто отметиться даже тут слышно что юга воет клево конечно тут не везде снег есть места без снега на их мало но в целом довольно таки атмосферненько я бы сказала так основная база у нас помог где-то хрен знает где находится до нее лететь еще очень долго сначала я полечу сюда по моему база спанцирников самая близко о мочила какое-то это и есть панцирники да так ну пока нету заниматься травлей структуры перемены или чё там я не знаю да структуру перемен этот папа отбираю немножечко всего слабо что меня никто за это не наруга отнесу это потом на базу и сразу станет легче жить и посторонись я тут пролетела короче у там тоже кто-то взорвался так а тут чё такое у сколько всего и главное на них нападают убивают ну как взрывают да и и бросают просто типа ну а чё зачем зачем подбирать они же не ради этого на нападают а их просто не любят так капец они устроили конечно тут усилуху блин я не могу сориентироваться куда ночевал а вижу одну друг другую кто-то взорвался но тоже тоже структура перемен видимо кто-то из таких живот скоробейчиков у меня в принципе как бы все равно только взрывает мое дело подбирать ништяки и сдавать их на базах потому что на это самый простой способ не ввязываться неприятности так как куда-то я попала ой 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 что-то мне сюда как бы не особо то надо есть подумать с другой стороны пробежаться по разным зданиям тоже полезно хоть открою немного сик карту она поберегись и я иду кому-то органика вам не нужно ну и ладно не надо ну и хорошо а большая ракета тут есть но у меня к сожалению они совместимы стандарт у нее достаточно неплохие характеристики да вы посмотрите да больше чем два раза а так куда я собиралась то господи я уже запуталась не там свернула видимо ладно не без разница где я свернула опять я вижу что-то фиолетовое где где-то что это энергокристаллы или нет что ты активные металл он тоже полезно что-то есть подумать а тут тоже что-то вроде находилась в завод какой-то надо глянуть чтобы нет чтобы нет правильно сейчас думать а зачем вот это все рассказываешь вот типа то что говорить нормально не получалось и прочее но потому что как бы это то что может случиться с каждым потому что стресс это очень такая неприятная штука и многие его недооценивают а потом начинаешь просто думать что-то я тупее что-то я короче просто деградирую а на самом деле виноваты не мемчики работа или еще чего-нибудь перенапрягся морально там физически и все поэтому надо за этим следить а если вы прямо чувствуете что вообще купите на ровном месте наверно стоит даже к врачу обратиться то мало ли там конфигня происходит короче нам что-то с этим делать активный металл у вас есть ядерное топливом тоже не надо ну собственно как бы я даже не удивлена а мне надо где-то вот в сторону сторону да вот туда обычно просто там всегда езжу но можно поехать и по этой стороне там по-моему должна быть кто там сейчас не скажу даже где-то далеко там должна быть база первых но я до нее вряд ли сегодня доберусь уже тем более что уже пора заканчивать но я таким макаром хрен все не закончу конечно тут атмосферная музыка вообще очень приятный сектор один из немногих который не изменился во второй части игры кстати много говорю про вторую часть но невозможно ее просто игнорировать потому что она прямое продолжение и там много чего отличается очень много чего не на как дела будут обстоять третьей части но если сравнивать первые две то различие можно много набрать разных я возможно даже наберу если начнет когда я начну проходить вторую часть а я ее обязательно начну проходить это не первые демиурги блин в общем будет сложно о наргуны не не красная не просто розовато это даже странно вот я говорил вот про эти места которые ну как сказать не особо-то заснежены то есть что будем быть заснеженными когда тут всякие не знаю гейзеры и чё там еще а от кто у нас от считающий вот они на таких короче гладерах летают и и норм но меня тоже как бы норм вообще вот такая вот странная теплота типа ну как бы пустыня такое называлась вазисом наверное а здесь подтаявшая но я даже не знаю как это назвать серьезно короче тут расположен климат активаторы хочет куча сейчас зарву каут взорвали а ты кто был синхрон они продают опять структура перемен да хренеть сколько вас структурных тут бродит и просто взрывается не за что нет не про что так стой 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 дастки повороты не очень такие хорошие я просто хочу залететь на климат активатор алю приемный бункер окей тут ничего хорошего нет и ничего вы конечно же не покупаете я даже не удивлена если честно так а я хотела направиться куда вторичная база первых уже существует то есть это видимо мне в бункере первых про нее сказали точно ответить я уже ничего не помню то есть меня долгосрочная память еще как-то более-менее то что происходило несколько лет назад несколько но я не знаю сколько когда я там играла механом в 2005 активно в общем то что было в 2005 я помню это что было пару дней назад я не помню хреново еще знаете че хреново вот это вот дичь у как там низко все есть туда упасть то все о нет ну вы видели да его уже никто не поднимет короче давайте отсюда свалим поскорее от греха подальше этот дичь какая-то тут знаете сколько народ умрет вот в этих вот непонятных пропастях падают и все больше их никто не видел первых здесь нет виджевери на них были проблемы синигра после этого большая часть клана ушла на дальние сектора поближе к основной базе возможно ты сможешь найти в секторе пустыни или на холмах а вот в болото лучше не соваться там обитают синигра попробуй заглянуть на базу первых секторе вулканов может там есть более свежая информация я дам тебе доступ в ту базу если привезешь мне 6 ремонтных блоков да точно тут же задание про ремонтные блоки который хрен где найдешь ну как бы я не против привезти ремонтные блоки только до доступа ты мне никуда не дашь потому что внимание спойлер базы первых секторе вулканов нет поэтому как бы смысла вот во всем этом нет ну и собственно займусь ремонтными блоками я уже следующий раз потому что пора бы уже заканчивать поэтому лучше я могу сказать большое спасибо за просмотр надеюсь не сильно вас загрузила странной информации ну и как бы удачи вам жизни и до свидания